Девиз Девиз Ну, то есть, если нравится, значит легко Ну, возможно Я так же подозреваю А скажите, а вот как вы выбираете героев, насколько я знаю, в вашем журнале постоянно можно встретиться с людьми, ну, и самыми известными, и самыми, так сказать, актуально нужными, что ли, в нашей области Это и политики, и бизнесмены, и деятели культуры, как вы находите своих героев? Виктор Иванович, вы знаете, наверное, вы очень удивитесь, но я не нахожу героев, скорее они находят меня Так, просто понимаете, есть определенный политический фон, вы лучше меня это понимаете, есть определенный культурный, социальный фон И так получается, что эти люди просто очень вписываются в канву журнал, они приходят либо сами, либо происходят какие-то события у нас в Твери и области мероприятия И они либо приходят в гости к нам, либо звонят, но так или иначе, не я их нахожу, они скорее находят меня Ну вот я несколько запамятовал, вот как долго существует уже журнал «Реноме»? Очень хорошо, что вы запамятовали, потому что журнал очень большая история, он уже существует 9 лет, и в следующем году нам юбилей, 10 лет Может быть начнем уже подожгать наступающим юбилеем И за эти 9 лет сколько через него прошло людей? Я имею в виду тех, кто были, ну скажем так, гвоздями номера, да? Вы знаете, ну моя гордость это политики федерального уровня, они тоже были гостями нашего журнала Например, Владимир Абдуалевич Васильев, который очень частый гость на страницах нашего журнала, и я очень горжусь этим Было интервью с Примаковым, возглавляющим торгово-промышленную палату России Было очень много звезд, и интервью у них брала лично я Допустим, вот мне очень памятное интервью с Леонидом Агутином, ну как известно, у нас в Твери есть студия Салам, замечательная Которая почти его и создала И Игоря Лалетина, да И так получилось, что мы близки этой студии, вот Леонид Агутин постоянно приезжает сюда, в Тверь, в том числе и из Майами И в один из таких моментов я взяла у него интервью, очень интересное, на мой взгляд То есть интервью со звездами, это постоянный конек нашего журнала И более того, отмечу такой момент, что когда мы делали самый первый номер журнала, это был июнь 2004 года То есть журнала уже не было, а в нем было интервью со звездой, помогла опять-таки студия Салам, Игорь Лалетин Он позвонил Михаилу Шафутинскому и попросил дать его интервью журналу, которого не существует И Шафутинский согласился и дал мне прекрасное интервью Более того, он предоставил совершенно уникальную фотосессию, которую я уже потом, позже видела в федеральных журналах А тогда, коль мы коснулись с самого начала журнала, вообще идея-то откуда взялась? Как сформулировалась концепция? Вы знаете, да, наверное, может быть я открою тайну, идея была не моя С этой идеи, значит, с этой идеи на меня вышел ряд наших тверских политиков Это было еще при Платове Владимира Игнатьича И предложили мне концепцию этого журнала Но так получилось, что у Владимира Игнатьича Платова был последний год его правления И журнал тогда не состоялся Но поменялся политический вектор Пришла команда Дмитрия Вадимовича Зеленина Пришла Алла Альбертовна, совершенно удивительная женщина Супруга Да, супруга Дмитрия Вадимовича Пришла Наталья Михайловна Беленко Ну, к ней по-разному очень относятся Но я ей очень благодарна И пришел такой замечательный человек, как Султан Ахмеров Заместитель Дмитрия Вадимовича на тот момент Это был 2004 год И, в свою очередь, я уже обратилась к этим людям за поддержкой И они меня поддержали Журнал уже получил несколько иное наполнение Он стал более светским Но эти люди поддерживали меня первое время И я просто им очень благодарна А вот из всех героев, которые были героями Людей, которые были героями вашего журнала Кто запомнился больше остальных и чем? Ну, вы знаете, на протяжении ряда лет У нас сложилось такое плотное сотрудничество С Владимиром Абдуалевичем Васильевым Который в свое было время депутатом Госдумы Ну, очень известным человеком Сейчас он возглавляет фракцию Единой России в Государственной Думе Так вот, на протяжении ряда лет работы журнала Мы сотрудничали с ним по социальным проектам И по проектам, связанным с детьми То есть вот в этом мы нашли точки соприкосновения Дело в том, что Владимир Абдуалевич, он очень человек Которым очень близка проблема детства В силу, видимо, его определенной какой-то биографической ситуации И мы с ним ездили по детским домам Я делала интервью с ним, посвященное многодетным семьям Меценатству Он, кстати, объединяет вокруг себя людей Которые неравнодушны к проблемам детям, сирот И конкретно помогает Я просто это видела И как раз вот вы задали вопрос Какие люди запомнились больше всего Буквально вот недавно, в феврале Я вместе с Владимиром Абдуалевичем Васильевым И Еремдзенком Андреем Арнольдовичем Мы ездили в Кошаровскую школу-интернат В Вышнем Волочке И эта поездка нас всех впечатлила Я не преувеличиваю Потому что это то, чего нельзя показывать по телевизору Как раз вот эта тайна за семью печатями Это школа, где находятся больные дети Совсем больные У которых, могу так громко сказать, нет будущего То есть это, представьте, палаты Где лежат маленькие инвалиды Которые прикованы к постели Которые самостоятельно не едят Не передвигаются Ничего не могут делать И вот задача общества И задача этой школы-интерната Это, по крайней мере, создать им жизнь Ну, если яркую, тут уже не скажешь Что, по крайней мере, нормальную Красивую, наполнить ее, возможно, какими-то культурными событиями Какими-то мероприятиями И как раз вот эта наша поездка Она принесла свои плоды Там были проблемы у интерната Их решили Там, кстати, очень много людей добрых Которые помогают Например, в той же Кошаровской школе-интернате Мне показали компьютерный класс Сделанный по последнему слову технику Для детей, которые, ну, не совсем инвалиды Не совсем прикованы, но тоже И я спросила, кто сделал Кто? И мне сказали Вы знаете, это фонд Кутиковой Сестры Кутиковой, небезызвестного музыканта Из группы «Машины времени» Она приезжает Она курирует этот интернат Она сама просто Причем она не афиширует это Помогает этим детям Вот такие поездки Они меня потрясают И мне, как бы, ну, вот очень импонирует Что все-таки проблемам детства Тем более вот такое тяжелое детство У нас уделяется внимание Так, давай просто на засыпку Ваш журнал можно назвать Независимым средством массовой информации? Я уверена, что да Тогда скажите А вот насколько это легко Или трудно быть независимым СМИ В наше время, в нашей стране И пытаются или нет Власть придержащего все-таки как-то влиять Виктор Иванович Вы задаете вопрос, ответ на который вы знаете И вы серьезный А я хочу, чтобы вы ответили зрителя Вы очень серьезный журналист И у вас очень серьезные биографии В ней тоже были разные моменты И вы прекрасно знаете, что независимым, конечно, быть трудно То есть понятно, что есть, ну, да Некоторая маска Я так считаю, что невозможно Ну, жить в обществе и быть свободным от общества Это вообще, конечно, невозможно Вот Но мы независимые издания И, ну, конечно, мы открыты для всех ветвей власти И периодически эти ветви власти, безусловно, размещаются у нас В издании Просто мы стараемся освещать деятельность То, что близко мне по духу Это все, что связано, опять-таки, с детством С меценатством Это моя отдельная тема Мы курируем тему храмов Тему социальной помощи То есть, да, власть, она у нас размещается А были ли попытки влезать или давить на реноме? Были Вот И если мы говорим совсем откровенно, да Надеюсь, что у нас передача, где люди говорят То, что они не скажут другой компании Был такой достаточно неприятный период Связанный с именем Михаила Куржиямского Вот был у нас такой замечательный Замгубернатор, которому очень было до всего дело Вот И, в частности, как раз это был период, по-моему, 2006 год Как раз Наталья Беленко ушла с поста этого Замгубернатора, курирующего прессу Появился Куржиямский Вот ему было до всего дело И был такой момент Даже я не знаю, в силу каких причин Ему очень захотелось закрыть наш журнал Он очень сильно вмешивался Он давил Вел себя просто безобразно и неприлично для мужчины По отношению к женщине Вот Но, тем не менее, люди, которые меня поддерживают Сделали так, что Михаил Куржиямский Больше не вмешивался в политику нашего журнала И очень скоро перестал работать наш журнал Ну, совершенно верно Но он перешел дорогу не только мне А многим очень известным журналистам, редакторам в нашем городе А как вы считаете, вот средства массовой информации Они должны заниматься тем, чем занимается ваш журнал То есть, оказывать, уделять большое внимание благотворительности И помощи социально незащищенным людям Ну, просто понятно, что есть позиция каждого редактора У нас в Твере очень много достойных СМИ И любое наше СМИ, будь то газета, журнал или телеканал Они волей-неволей отражают позицию владельца Учредителя, главного редактора, директора этих СМИ Моя личная позиция, это поддержка, как я уже сказала, детства, меценатства Хотя журнал, он очень специфический Он у нас рассчитан на определенную аудиторию Но эта аудитория и занимается этим Я очень много общаюсь с людьми, скажем так, высокого ранга И знаю, сколько они занимаются благотворительностью Причем они это делают по зову сердца Пусть это высокие слова, они афишируют это Но в чем-то я вот просто им помогаю, что-то освещаю Но еще моя позиция, как руководителя этого издания Это поддержка художников, поддержка искусства вообще Просто, насколько мне известно, художники, писатели, музыканты Они обществу и СМИ не очень нужны Вот в противовес этому Так как сама я еще и детский писатель В чем-то художник Я веду очень большую работу По крайней мере, мне хочется так назвать это У нас очень много проектов, связанных с поддержкой тверских художников Просто много Мы их поддерживаем всегда Антон Горцевич, наш замечательный художник Который пишет фэнтези Но это потрясающие просто работы Или Всеволод Иванов, художник, который известен на весь мир Но в Твери как бы мало он известен Мы тоже поддерживаем его творчество У нас часто так бывает, что весь мир знает А у нас своих не знает никто Совершенно верно Вопрос совсем из другой сферы Средства массовой информации, к сожалению Все-таки являются еще и бизнесом То есть куда от этого деться С одной стороны было плохо в советской власти Во времена советской власти Когда СМИ были датированы целиком полностью из бюджета Но зато им приходилось расплачиваться своей свободой, независимостью Сейчас вроде как СМИ Ну большинство, во всяком случае Они в свободном плавании в этом море, океане, бизнеса Насколько легко быть и главным редактором, журналом Реноме И бизнесменом, ну куда от этого деться Виктор Иванович, вот начну немножечко издалека Вы как раз в первой части, да, своего вопроса Затронули советское время Так получилось, что Воленс-Ноленс Я тоже его немного застала Мой отец был известный журналист, вы его знали И работали вместе по соседству Замечательный человек, к сожалению, приходится говорить в прошедшем времени Да, в прошедшем времени Это Олег Максимилианович Сукур Он более 20 лет возглавлял газету «Калининская неделя» У которой был сногсшибательный тираж И которая, ну, мне так хочется сказать, но так и была В принципе, кормила все издательство «Калининская правда» Это было первое рекламное информационное издание В советском, вернее, в городе Калинин И тогда мой отец был основателем этого издания в городе Калинин Его попросил об этом обком КПСС И такие издания, это был 73-й год Они возникали повсеместно по всей стране И создавались они как раз Ну и понятно уже, был другой вектор, был другой ветер, да Какой-то ветер перемен, нужна была коммерция Создавались эти издания при главных газетах Ну, в частности, при газете «Калининская правда» Это создавалось, чтобы помочь ей в том числе осуществлять Вот эту вот коммерческую деятельность, про которую вы говорите И я вижу для отца, видела тогда, какое это для отца было просто детище Как он работал с утра до вечера и в субботу Каждую неделю он брал меня, совсем маленькую девочку Мы ходили в областную типографию подписывать недельку Так это называли газету Я видела, как отец сводит дебет с кредитом Видела, как добывается там реклама Хотя тогда было легче, потому что это было в новинку Реклама, в принципе, шла централизованной Ну, не секрет, она шла централизованной из Москвы Реклама была очень своеобразная Это вся реклама, кстати, в газетах того времени Это сплошная политика Допустим, рыба-минтай Зачем это нужно было делать? Мы все понимаем, не было мяса Нужно было настроить народ на то, что, да, поглощать вот эту рыбу Маргарин, не было сливочного масла Все женщины должны были печь на маргарине То есть реклама была очень своеобразной И листая сейчас вот эти подшивки Я сохранила весь этот архив Они вызывают у меня, ну, я не знаю, какое-то состояние В общем, трепета Было очень много частных объявлений Была очередь в эту газету Спрос был просто невероятный Сейчас представить, да, очередь в газетный киоск Это фантастика, тогда это было Тогда, извините, и у Калининской правды был тираж 120-30 тысяч экземпляров И люди читали На федеральном уровне таких мало И у газеты сменов, которые мы вместе с вами начинали Вот, тоже был очень хороший тираж Вот, поэтому все я это видела Ну, закончив МГУ, факультет журналистики Я писала диплом на кафедре именно рекламы у Веры Ученовой И тогда, когда я к ней пришла Коммерческая вот эта журналистика, она только начиналась Параллельно со мной на этой кафедре обучались Ну, писали дипломы Люди, которые сейчас возглавляют серьезные пиар-конторы по всей России Только они занимались именно политической журналистикой Ну вот, а я одна на этой кафедре у Веры Ученовой И занималась все-таки коммерческой журналистикой И мне это было вот очень интересно Поэтому, в принципе, я понимаю Как и что, где зарыты деньги Я все это понимаю Но, опять-таки, есть гранитическая Вы задавали вопросы про это То есть, есть гранитическая Есть люди, у которых мы никогда не возьмем деньги В силу определенных причин И у нас в журнале, если кто-то обращал внимание В выходных данных, есть такая Очень верная надпись, которую вел мой супруг Это директор журнала Вячеслав Николаевич Метлин Что редакция оставляет за собой право Не печатать рекламную информацию Без объяснения причины Это действительно так У нас есть своя политика И вовсе не означает, что Если дадут какие-то с ног сшибательные деньги То мы выставим на обложку Ну, вообще рекламы не поймем, чего нет На обложке у нас либо солидные люди известные Либо солидные компании Ну, вот, например, Мерседес в последнем номере Или в предыдущем Ну, я думаю, не в последнем, надеюсь Ну, не в последнем Вот, так что мы все-таки решаем сами Кто будет у нас А вот вы говорите, что еще с Олегом Максимилиановичем Батюшкой своей ходили на подпись Номера очередного недельки Среди его друзей были, ну, большинство, да Самых на тот момент именитых И просто хороших журналистов в нашей области Вот кого вы запомнили из тех людей Воспоминания о ком наиболее дороги вам Вы знаете, Виктор Иванович Сначала я ждала вот немного другого вопроса Хочу ответить на него, но он очень близко тому Что вы мне задали Вопрос, который не задан, ответит Да, вопрос, который не задан Вопрос о смене, Виктор Иванович О газете Да, о газете смена Очень замечательная газета смена Я благодаря отцу пришла в нее в 1984 году, если мне память не изменяет И газета меня это перепахала, говоря словами классика Я увидела таких замечательных людей, которые там работали на тот момент Фадеев Это Миша Быстров, это Женя Новиков, это Александр Булычев И уже, к сожалению, ушедшие люди, которых я очень люблю, но которые очень много для меня сделали Это Галина Безрукова, наша тверская поэтесса Которой надо ставить памятник, кстати говоря, Виктор Иванович Мы бы могли эту тему поднять Это человек, которому нужно ставить памятник Изумительная женщина, очень талантливая, очень тонкая Вот она во мне тоже заронила искру творчества И то, что она ушла, просто страшная несправедливость А вкус какой был у нее литературный? Ну и не только литературный, музыкальный И стихи просто как хрусталь, я могу сказать Если вы помните, сначала я работала там в качестве юнкора А потом уже Валерий Яковлевич Кириллов предложил мне войти в штат газеты И вот первый мой рабочий день, я не хотела просто это рассказывать Но первый мой рабочий день в газете «Смена» именно в качестве журналиста Был связан с тем, что я пришла в этот замечательный особняк От которого веет чем-то булгаковским Вот мне так кажется, и вы согласитесь И я вошла, и там стоял гроб И в гробу был как раз Яковлев То есть я его замечательный журналист, которого все очень знают Но я его впервые, к сожалению, увидела уже ушедшим Вот, возле гроба стояли дети из детского дома Он имел, да, по-моему, отношения Вот, то есть, к сожалению, мое первое появление в «Смене» было таким достаточно трагичным Ну и вообще в «Смене», как, в общем-то, в принципе, в любом талантливом коллективе Было сплетение, вы согласитесь, и трагического, и великого, не побоюсь этого слова И комического, но очень талантливые люди, которые прошли школу «Смены» Они по-любому, они вырвались куда-то Они яркие, и вот они мне очень запомнились Вот ответ на этот вопрос Ну я бы в том списке, который вы перечислили, спасибо за упоминание Я бы все-таки на первое место поставил именно Валерия Ачкиревова, да Который тогда был отцом родным и «Смены», и всех, кто работал, и авторов нештатных И всех человек, которые были талантливые Виктор Иванович, и Валерию Яковлевичу я хотела сказать отдельное спасибо Потому что именно он мне дал характеристику в Московский государственный университет имени Ломоносова И благодаря этой, вернее даже не характеристикой, это было направление по линии юнкоров Которое давало мне определенный приоритет при поступлении в МГУ Хотя я поступила достаточно легко и хорошо Вот, ну и отвечу на тот вопрос, который вы задавали Да, по поводу общения Олега Максимилиановича Фикуры Потому что все-таки наиболее именитые были собраны тогда в «Калининской правде» Да, потому что газета об комопартии, и больший тираж, и большие возможности, и влияние Газета была очень сильная Очень сильные были люди, у них было вообще чему учиться То есть это было вот все кадры, такие журналистики На тот момент они были сосредоточены в двух местах Это «Калининская правда», там посерьезнее были люди И «Смены» это как кузница кадров, говоря словами этого времени Я не согласен, у них темы были посерьезнее Ну и темы, да, особенно аграрные Вот, ну вы знаете, просто в силу родственных причин Отец очень много общался с Дмитрием Петровичем Званцевым Так получилось, что это его названный брат Титан нашей журналистики Да, и этот человек, который в нашей семье То есть они воспитывались вместе Олег Максимилианович, мой отец И Дмитрий Петрович Званцев Это люди очень родные друг к другу И наши семьи очень дружили Конечно, Дмитрий Петрович Званцев, он корифей Всегда считался в сверской журналистике На те времена это был корреспондент ТАСС Это было вообще что-то из области фантастики Это почти как КПСС Да, 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 да Вот, поэтому общение с этим человеком Ну, очень многое мне дало И любому из нас человек очень интеллигентнейший Аристократичный в силу своего происхождения С потрясающим слогом С умением быть независимым За что я пострадал, кстати говоря Да, мы говорили о независимости В те времена Да, в те времена этот человек умел держать марку Умел быть независимым Умел быть несгибаемым Вот, и в результате, конечно, он оказался в свое время в опале Но потом он, мне кажется, все-таки с честью вышел Ну, с определенными потерями, но он с честью вышел Он умел быть независимым в те времена В том числе и от политики партии и правительства И он замечательно писал до последних практически дней жизни Совершенно верно Это вот всем нам пример Как журналист Что журналисту нужно Я, кстати, все время говорю своей семье Что меня, если и унесут вперед ногами Это только из моего рабочего кабинета Я... Ну, тебе по-моему Спасибо Вот, и в продолжение разговора С кем еще запомнил сообщение Ну, к сожалению, я с этим человеком очень мало общалась Но мой отец общался, насколько мне известно И с Андреем Дементьевым очень плотно Но этого человека я знаю только, ну, по словам отца И его лучшие слова о нем тоже Замечательно А теперь тогда вот мы перейдем к тому С вашего согласия О чем вы уже упоминали Это о вашем собственном творчестве О сказках, которые вы пишете О замечательных Это вот как возникло Виктор Иванович, ну, отвечал уже на этот вопрос Это газета «Смена» Нет, ну, это... Ее мистическая атмосфера Нет, нет, нет А непосредственно процесс написания Не, так сказать, понимания того, что чего-то хочется еще Да, помимо газетных репортажей, там, очерков и так далее А хочется чего-то еще, да, и ничего-то, а конкретно сказок Это-то откуда Почему не детективы женские, там, не кулинарные, да Это так востребовано нынче Виктор Иванович, вы знаете, идет это откуда-то из души Себя пересилить не могу Пишу я только для детей Хотя вот тоже открою такую тайну Когда я что-то начинала писать Ну, вернее, это не тайна, конечно, секрет Плешинели Но когда я начинала писать эти книги Одно московское издательство предложило мне за большие деньги Но с американским женским псевдонимом писать детективы для женщин Это предложение мной было отвергнуто просто с негодованием, с диким Вот, хотя мне говорили Нина Олеговна, вы неправильно поступаете с вашим слогом, с вашим фантазией Вы бы заработали такие деньги Я сказала, что свою фамилию никогда не поменяю И никакие женские детективы я писать не буду Поэтому славы Дарьи Донцовой, к сожалению, я не добилась Но я добилась другого Я пишу для детей, делаю это от души Откуда это идет, я не знаю Это вот перефразирую Ну, или не перефразирую Это есть такая строчка Из Queen It's a kind of magic Для меня это вид волшебства То, что вот я делаю Потому что это приходит откуда-то сверху Природа этого мне непонятна Как и для любого другого писателя Когда они это делали Они сами не понимали, что это Вот Василий Розанов, да, известный такой русский философ Говорил, что писательство – это фатум Вот, ну, значит, это что-то откуда-то свыше Что-то это дано сверху И сопротивляться этому бесполезно А вот писатели, которые реалисты Они своих героев должны как бы держать в рамках Да, то есть реализма То есть вот это можно, а вот это вот никак нельзя Потому что реализм, да В данном случае речь идет о сказках, да То кто кем управляет? Ваши герои вами? Или вы ими? Ведь им все вроде как дозволено, да Это же сказочный мир там Что хотите, в принципе, возможно Кто кем управляет? Кто главнее вас? Виктор, спасибо за очень интересный вопрос Потому что вот эта лаборатория творчества Она мне сама очень интересна И для меня непонятна Каждый раз, когда мне приходит какая-то идея Для меня это просто озарение Получается, в принципе, что я-то ничего не пишу Я вижу готовый сюжет, я вижу героев Мне просто нужно терпение Мне нужно затворничество Я, условно говоря, на две недели превращаюсь в какого-то инока Запираюсь ото всех, несмотря на хорошую погоду На искушение в виде всяких там приглашений на вечеринки И сижу, и пишу просто то, что надиктовывается мне откуда-то свыше Кто кем управляет? Это мной, мне кажется, кто-то кем-то управляет Я не знаю, как вот работает мозг в данный момент Это вопрос, ну не знаю, уже даже не ко мне Я могу просто что-то чуть-чуть переставлять Что-то делать Но канву сюжета я изменить не могу Было очень много вот произведений написанных на вот эту тему Я не могу изменить Я точно знаю, что сюжет будет развиваться именно так И с героем должно произойти именно это Другого быть не может Но у меня есть одно очень важное моральное правило Которое лично мое и которому я следую Дело в том, что когда я была еще маленькой девочкой Я прочитала сказку Джанни Радари «Голубая стрела», если я не ошибаюсь И меня потрясло то, что героиня этой сказки умирает Более того, процесс ее смерти описан достаточно, как сказать, очень подробно И вид ее трупа посиневшего И то, что тельце девочки было холодным Меня это не просто потрясло Меня это до глубины души потрясло И я считаю, дала себе, в общем-то, слово, что если я когда-то буду писать То никогда в жизни мои герои не умрут Потому что я считаю, что это стресс для ребенка Более того, никто не может нам дать гарантию В каких условиях будут жить наши дети Как дети конца 30-х годов не знали, что пройдет лет 5 И начнется страшная война Где будут концлагеря Где будет страшный голод Где будет смерть их родителей Бомбежки Мы не знаем, что грозит нашим детям Почему мы их должны пугать смертью? Мне кажется, мы должны им показывать красивый мир Хороший, гармоничный Закладывая тем самым основы Какого-то воспитания Мировосприятия, эстетики Чтобы они сами творили красивый, гармоничный мир И в этом я вижу какую-то вот свою такую задачу И насколько я знаю, в своей книге Вы в основном дарите детям Из детских домов Правильно я говорю? Совершенно верно Как они вот к этому относятся? Для них не бывает, что с неба падает Что они не ожидают от такого мира, от нынешнего Что им что-то могут подарить Вы знаете, я даже объясню, почему я это делаю Побывав в многих детских домах В домах я вижу, что там просто нету детских книг Там есть учебники Это не касается детских домов Таких совсем цивилизованных Которые вот в пределах Садового кольца Условно говоря, вокруг Твери Но те, которые деревенские Там книг просто нет Да-да-да-да Достаточно съехать с окружной дороги И увидеть, как живут там люди Книг нет Тем более сказок Тем более хороших, красивых Вот Книги детям нужны Это первое Второе Интерес к чтению падает Я уже говорила об этом неоднократно Но детям нельзя замыливать мозги Американскими мультфильмами И просто каким-то непотребным чтивом Дети должны думать Они должны читать Пусть с мамой, с папой Пусть с воспитателем В детской школе-интернате Они должны читать, чтобы у них работал мозг Иначе они превратятся просто Я не знаю в каких непонятных существ И свои книги Они практически все были переданы В детские дома и библиотеки области Мне приятно то, что книги читают То, что дети доходят до тех детей У которых практически в жизни Очень мало чего хорошего Почему я передаю в библиотеке? Потому что этим тоже Есть определенный положительный момент Не секрет Книги очень ротируются, очень здорово И благодаря этому Мои книги читают очень много детей И у меня вообще такой был Очень парадоксальный случай В Герценовке это было Когда мы пришли Там тоже была съемка И я не взяла с собой Из дома книги И говорю Библиотекарь, а принесите Пожалуйста, мои книги Мы их должны выложить перед камерой Она говорит, их нет Я говорю, как нет? Мы вам передали 10 книг Я не поняла, как нет? Что такое? Я возмутилась Они говорят, нет, нет, нет Не налегну, все нормально Они все на руках Я говорю, как на руках? Да они говорят, да даже запись На вашей книге есть Я говорю, как запись? То есть для меня это был Такой комплимент Это то, к чему, по идее, надо стремиться Чтобы подарить-то подарили Чтобы они не ставили на полках Не пылились Это самое главное Чтобы они были зачитаны Пусть даже как бы Вот дети, они есть дети Сложно ожидать, что они будут Там с них блинки сдувать Как я понял из нашего разговора Да я, собственно, это и так знал Что вы ведете, в общем-то Достаточно светский образ жизни То есть вот Тут уже было упомянуто слово Вечеринки На ваш взгляд в нашем городе Есть эта светская жизнь И как вот она проистекает Где сосредоточена Кто главные действующие лица Спасибо за вопрос Который просто мне очень близок Потому что это еще одна стезя Да, в свое время было сказано Помните, да, во время шоу Познера Секса в нашей стране нет Была сказана такая фраза Очень многие говорят, что Тверь – это деревня Ну, если человечество продолжает жить То я думаю, что он все-таки есть Поверю Вот И, да, говорят Тверь – это деревня Тверь – это дыра Кто говорит? Тверь – это грязь Говорят Это как московские снобы так говорят Так вот Москва – это деревня и дыра Только очень большая И засасывает всю страну И самое интересное Что москвичи-то приезжают к нам В Тверь отдыхать сейчас Вот Я чуть позже Они приезжают зубы лечить Конфеты покупать И отдыхать И отдыхать, да Мы для них, я не знаю что Но они любят здесь отдыхать Так вот, светская Тверь Значит, светская жизнь в Твери есть А, почему она есть? Первое, потому что есть журнал «Реноме», который, если этой светской жизни нет, то мы обязательно ее сделаем Придумаете? Да, мы придумаем Есть очень много совершенно очаровательных женщин И очень замечательных интеллектуальных мужчин Которые отзываются на любые попытки или предложения «Реноме» организовать какую-нибудь замечательную тусовку Причем это не просто какая-то бездумная тусовка с дефиле «Дам в бриллиантах» У нас такого нет У нас каждая тусовка несет смысл Нет дефиле или нет бриллиантов? Либо это связано с нашими художниками Либо это связано с каким-то, ну не знаю, тоже проектом Сейчас на память я просто не могу вспомнить Просто у нас было столько много тусовок, что я уже Они как-то вот такой сплошной чередой То есть и так первое, «Реноме» может, да? Само моделировать, моделировать вот эти вот такие тусовки А у вас что, есть какой-то штаб там, который этим занимается? Или вот этот штаб вот тут присутствует? Этот штаб, да, это несколько человек Это я, это мой супруг Вячеслав Метлин Это моя подруга, замечательная тусовка певица Светлана Королева Это ряд рекламодателей, даже это не рекламодатели, а партнеры Которые связаны с «Реноме» и которых мы очень любим Если позволите, я вот хочу помянуть очень Наталью Серова Руководителя новоторжской ярмарки Это замечательная, изумительнейшая женщина Так вот, и так, а, первый посыл Если тусовки нет, ее нужно придумать, мы придумаем Ну, ВЭК У нас есть ряд достойных клубов Где проходят самые просто интересные вещи И вот, возвращаясь, да, к вашему вопросу про светскую жизнь Буквально вчера Мы вместе с замечательным человеком С нашим очень хорошим партнером Алиной Секиржицкой Были по приглашению в нашем Тверском яхт-клубе Это Тверской яхт-клуб «Марина Клаб» в Завидове Который буквально вот, ну, недавно открылся и начинает свою работу То есть светская жизнь идет, и она идет, гармонично переплетаясь То есть между тверскими персоналиями и московскими И вот, Виктор Иванович, в продолжение, да, вашего разговора о светской жизни Мне хотелось бы, чтобы вы задали вопрос о каком-либо проекте в этой области В вашем проекте? Да Мы хотим, как сказать, тесны для того, чтобы освещать в полноте свою светскую жизнь Тесны и в плане объема журнала, и тесны в плане того, что вот нужно держать эту очень тонкую грань, чтобы не перегнуть Потому что, конечно, нам хотелось бы, чтобы в журнале были и серьезные интервью с известными политиками, бизнесменами Но чтобы в то же время вот эта вот светская жизнь, которой иногда чересчур бывает много, гламур Они не, да, вот так не перехлестнули, надо вот этот вот баланс держать Часто это раздражает Да, совершенно верно, раздражает А нам бы этого очень не хотелось, потому что, ну, мы понимаем, что каждому свое место должно быть, да, уделено А это похоже на первое время тюмы Да, совершенно верно Вот, мы этого не хотим, мы хотим, чтобы был журнал «Реноме», у которого был свой особый формат Но, тем не менее, вот специально ко дню города у нас задуман проект, который называется «Светская тверь» Это проект на базе журнала «Реноме» Могу открыть уже, да, такой вот нюанс, да Что в качестве дизайнера приглашен один из очень сильных дизайнеров нашего города Это Сергей Богачев, с которым вы сотрудничаете, с которым как раз мы познакомились через газету «Тверскую жизнь», которую вы выглавляли на тот момент Вот, Сергей Богачев Ну, вы прям всю мою биографию рассказали за это, вот, понимаете, или время Почему бы нет? Вот, Сергей Богачев разработал нам очень достойный дизайн-проект И тема вот этого первого выпуска, это будет, это будет яхтинг, вот Это будет очень много светской жизни, очень много, которое у нас есть Это будут дорогие машины, драгоценности То есть это и гламур, и опять-таки светская жизнь Нет, то, чего у нас есть, значит, но в определенных вот параметрах И вот такой проект «Светская тверь» у нас выйдет ко дню города И будет он распространяться вместе с журналом «Реноме» А люди, которые там появятся, это будут очень-очень известные люди нашего города Замечательно! Ну, тогда мне остается только сказать спасибо за эту встречу И предложить дать мне обещание, что вы приведете к нам свою близкую подругу Очень перспективную нашу тверьскую певицу Светлану Королеву в ближайшее время Даете слово? Виктор Иванович, я даю, более того, я очень хочу, чтобы Света здесь появилась Потому что наша Светлана Королева просто расцветает в своем творчестве И ее ожидают очень грандиозные планы И, конечно, я очень хочу, чтобы она рассказала о аудитории вашего замечательного телеканала Ну, давайте мы и посмотрим на нее здесь поближе Ну, а пока спасибо большое за, на мой взгляд, очень интересную и содержательную беседу Все, что вы уже сказали про меня, я вырежу Вот Но, тем не менее, все равно спасибо И до новых встреч А вам, уважаемые зрители персональные Всем спасибо за то, что вы все это время оставались с нами До свидания Всего вам самого доброго До свидания Субтитры сделал DimaTorzok